Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 марта. Я несколько дней не заходила в теплицу, зашла посмотреть, как вырос мой лук. Лук уже проклюнулся. И хочу еще раз поговорить. Очень много приходит вопросов на тему, сколько же томатов разместить в теплицу и как лучше, какую схему сделать. Многие спрашивают, посчитайте, вот сколько у меня войдет. У меня там 3 грядки. Я сразу скажу, что я считать никому не буду, потому что по 3 грядки я никогда не выращивала. Я сейчас расскажу о своей схеме посадки и скажу, объясню, от чего все-таки зависит количество вот этих наших помидор. Сколько? Много надо высаживать или мало? Начну с того, что можно... Вот у меня теплица 3 на 8. Сюда можно высадить и 40 томатов, это будет правильно, и можно 140 томатов. Это тоже возможно, но будет больше трудозатрат. Сейчас расскажу. Если вы... А, нет, даже не с этого, что мы все делимся на 2 лагеря. Кто-то хочет использовать всю теплицу, вот всю эту площадь, то есть, чтобы от низа и до верха было все здесь в томатах. И они выращивают в теплицах только индотерминатные. Они считают, что вот эти низкорослые, если выращиваешь, что вот этот воздух пол теплицы, это нерентабельно. Есть такие, да. И если высаживать только индотерминатные и по всем правилам, то есть, через 70 сантиметров, вот так вот, тогда вот при моей посадке, вот у меня, если дорожка здесь и 4 ряда, то в такую теплицу войдет всего 40 кустов. То есть, мы посчитаем вот так, 70, 70, 70, как раз 8 метров, это 10 кустов. 10, 20, 30, 40. Все. Все. Любителям индотерминатных, простым таким стандартным способом, 40 кустов. Это нормально. Некоторые вот так выращивают, разрежено. Идем дальше. Но если есть еще те, которые используют теплицу не только для того, чтобы вот эти инденты выросли, а чтобы получить там ранний урожай, то есть, выращивают там вот эти низкорослые, и детерминатные, потому что они раньше урожай дают, и вроде как их и больше можно вместить, тогда можно увеличить количество кустов. Смотрите, здесь если посадить индетерминатные, а здесь детерминатные, которые уже можно через 40, 50, то количество увеличится. Здесь будет у нас 20, а здесь уже 30, даже 36 может войти. То есть, уже в теплице будет не 40, а 70 кустов. Идем дальше. Но ясно, что если вы и эту, и эту высадите все вот такие вот с коротким вегетационным периодом, которые низкорослые, которые поплотнее можно посадить, то будет здесь и здесь уплотненная посадка. Идем дальше. У нас, конечно, места в теплице нам постоянно не хватает. Нам кажется, что вот хочется впихнуть больше и больше. Именно поэтому многие практикуют такой метод посадки, как два томата в одну лунку. Я тоже принадлежу к этим же людям, которые высаживают хоть индетерминатные, хоть детерминатные. Делаю также лунки, но высаживаю по два. И оба привязываю к одному колушку. Тогда уже тут будет не 70, а 140 томатов. То есть там, где инденты 40 и тут. Ну, вместить можно хоть сколько. Можно делать поменьше расстояния. Можно как-то... Но сразу хочу сказать, если вы захотите вместить много, если вы высадите по два томата в одну лунку, то и трудозатрат от вас по уходу потребуется намного больше. То есть они будут постоянно разрастаться. Их надо будет посынковать, прореживать внутри куста. Вот я в прошлом году все показывала. И по пол листа обрезаю, и треть листа обрезаю. Вот иду, смотрю, что загущено. Потому что нельзя, когда при густых посадках начинает смыкаться лист, те лист на лист, они начинают вытягиваться. Если вы чуть упустите, они начнут тянуться вверх, они друг к другу загородят. Вот этот свет, все. Этот способ многие применяют. Я вот на протяжении многих лет выращиваю и 120, и 130 было, и 140. Но, естественно, я в данный момент не работаю, и я постоянно за ними наблюдаю. Я утром вышла по огороду, пошла, смотрю, о, там заросло, там чикнешь маленько, там маленько обрежешь. Тут раз, раз, раз прям. Я даже иногда лист не собираю, просто иду вот по ходу. Где иду с ножницами, там везде обрезаю, где лишний лист, все. Высаживать можно и 40, высаживать можно и 140. Так что это все индивидуально. Это зависит от подбора сортов, смотря какие у вас будут. Если у вас будут все инденты, ясно, что вы многих сюда не впихнете никак. Им нужно больше расстояния. И вообще у них другие требования. Есть еще какие-то такие вот кустистые, такие томаты, вот как петруша, огородник. В прошлом году я посадила, я замучилась. Вот такая пальма выросла. В этом году выгоняем его с теплицы, много места занимает. Но если подберете компактные такие, урожайные, детерминатные сорта, то можно высаживать, наверное, много. Опять же, не забудьте, что если вы работающий огородник, если приезжаете только на выходной и насадите сюда много, вот навысаживаете, вы просто замучаетесь, вы разочаруетесь в этом способе, а зря. Потому что этот способ прекрасный, можно много урожая получить. Но главное, тщательный уход, вот прям очень тщательный уход. Все. И вот на вопрос, сколько же томатов высаживать в теплицу, вот там мне даже размеры грядок говорят, это не зависит от размера грядок. Вы можете и так, и так подобрать, посчитать для себя. Я, конечно, каждому лично не буду печатать ответы и высчитывать. Это надо план нарисовать. У меня вон свой план нарисован. Но я говорю, что зависит от сорта. И на детерминатах входит всегда меньше. Детерминатных, вот таких низкорослых, компактных, особенно штамбовых, вот этих ранних, входит больше. Все. До свидания. Продолжение следует...